МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вера Николаевна, я вас приветствую. И понятно, что вы, как представитель министерства, которое наблюдало за всем этим процессом, очень рады и согласны с мнением жюри, но все же хотелось от вас услышать оценку, как вы комментируете, оцениваете подготовительный такой момент и уровень подготовки участников из Краснодарского края. Ну, мы этот конкурс уже проводим в четвертый раз, как и во всей России. И очень каждый год ждем обязательно победы каких-то наших семей, которые представляем по пяти номинациям. Отборочные туры у нас проходят задолго до финала конкурса. На муниципальном этапе отбираются семьи, затем предоставляются документы на региональный этап, и уже Оргкомитет регионального этапа отбирает семьи победителей, документы которых мы направляем на финал в Москву. И уже в Москве отбираются победители всероссийского финала, которые приглашаются на церемонию награждения. Когда проходил финал, наверняка, вот вы с особым трепетом, вы, имею в виду, представители Министерства труда и соцразвития, вот ожидали того самого решения, волновались? Конечно, волновались. Все пять семей, которые мы направили по пяти номинациям, все семьи очень достойно были представлены муниципальными образованиями. И, конечно же, мы ожидали победы хоть какой-то из этих семей. Но в этом году неожиданно. У нас до этого побеждали другие номинации, а в этом году в номинации «Молодая семья» была отмечена наша семья из Краснодарского края. Но вы как представитель Минсоца, как сами думаете, почему именно наши люди победили в этом всероссийском конкурсе? Именно эта молодая семья, чем они такие? Все семьи, представленные на конкурс в соответствии с положением, должны показать себя с лучшей стороны. То есть это не только многодетная семья, имеющая много детей, или молодая семья, возраст родителей до 35 лет, обязательно эти семьи должны себя еще и проявить. То есть это ведущие, занимающие активную жизненную позицию, ведущие здоровый образ жизни и родители, и дети. Ну, насколько я знаю, в этой семье папа спортивный тренер, да? Да, это вся семья спортивная. В общем, можно сказать, что вся семья, исходя из и детей, и родителей, вся семья спортивная. Папа тренер в спортивной школе, мама заканчивает, учится, обучается в Краснодарском университете физической культуры, тоже занимается активно спортом. И семья, кроме этого, еще является многодетной. Несмотря на молодой возраст родителей, в семье воспитывается трое детей. Двое детей уже школьники, а маленький малыш еще 2017 года. Мы только ждем спортивных успехов от этого малыша, а две девочки, которые в этой семье старше, они уже занимаются в спортивных секциях достаточно успешно, несмотря на свой еще такой юный возраст. За волнением и выступлением, собственно говоря, участников в Москве представители министерства следят, либо на расстоянии просто дистанционно вы переживали, волновались? Мы волновались дистанционно, потому что и в целом по положению об этом конкурсе, он проводится заочным этапом. То есть представляются документы на семьи, в оргкомитет федеральный, и он уже отбирает лучшие семьи. А вот на церемонию честования уже в Москву приглашаются семьи-победители. И мы ожидаем, что это будет очень интересная церемония для семьи. На три дня семья приглашается в Москву. Большая, обширная программа включена в этом году. Это и экскурсионная программа, и культурная программа. Ну и финал, конечно же, это когда проводятся, собираются все семьи, идет церемония награждения, каждая семья приглашается на сцену, о каждой семье говорятся теплые слова. Семье вручается книга. Книга «Семья России-2019», куда обязательно входит история вот той семьи, которая победила. Конечно, конечно. Семьи этого года победители. Мы уже четыре раза, мы, регион, участвовали в этом состязании. И вы, как представитель министерства, наверняка прослеживаете динамику от количества участников, желающих поучаствовать, побиться за это звание. Оно уже растет? Конечно. Каждый год с опасением думаем. Но вдруг будет меньше документов представлено. Но, тем не менее, нет, очень активно наши муниципалитеты в этом плане работают. И представляются документы на семьи, очень интересные всегда. Всегда очень сложно работать Оргкомитету по выбору победителей. Потому что в каждой номинации практически семьи представляются очень хорошие. И количество баллов даже зачастую бывает, набирают семьи одинаковые. Тогда члены Оргкомитета по новой начинают смотреть документы, еще и смотреть. Но чем же эта семья может быть лучше, допустим, другой, где они набрали одинаковые баллы? И как же в это принимается решение? Кто входит в состав Оргкомитета, кроме представителей вашего министерства? Большинством голосов членов Оргкомитета, конечно же, уже когда баллы выстраиваются, по рейтингу уже выбирается семья-победитель. А в состав Оргкомитета входят представители ведомств наших краевых. Это Министерство образования, молодежной политики, Министерство культуры, представители законодательного собрания края. И представители общественных организаций, некоммерческих организаций, которые тоже занимаются работой с семьей, которые очень активно принимают участие в нашем конкурсе и очень рады за то, что наши семьи представляют такие документы. Раз все семьи такие замечательные, но выбор делать приходится, то чем руководствуетесь и какие испытания приходится пройти семьям? Как я уже сказала, пока этот конкурс идет на заочном этапе. То есть мы пока получаем портфолио, куда входят все достижения семьи, достижения детей, то, чем семья знаменита и известна в своем районе, обязательно прикладываются какие-то рекомендательные письма, характеристики, если эта семья ведет такой активный, занимает активную гражданскую позицию. Но кто-то все равно выделяется, да? Может быть, кто-то видеоматериалы предоставляет? Видео, презентационные материалы и видеоролики о семье обязательно приветствуются, и практически каждая семья такой материал сегодня готовит. И эти же материалы мы направляем в Москву на федеральный этап. Но все-таки, когда состоялся выбор, и мы понимаем, кто от региона будет представлять наш край в Москве, дальше какая работа ведется с участниками, с претендентами на победу и представителями министерства? Какое вот такое содружество у вас? Во-первых, смотрите, у нас все пять семей, которые считаются победителями регионального этапа, они в обязательном порядке честуются в своем муниципалитете, они также получают диплом оргкомитета конкурса, ценные подарки, то есть происходит их честование, чтобы с ними знакомиться весь район либо город. Ну и эти семьи, они составляют такой наш, можно сказать, золотой фонд семей Кубани, это вот у нас есть семьи, награждаемые региональными наградами, семьи победителей этого конкурса. И мы очень всегда ждем с этими семьями встречи, мы приглашаем их на наши различные мероприятия, мы просим их вести активную работу и пропагандировать свой семейный опыт среди своих односельчан, своих земляков. То есть вот таким образом мы эту работу обязательно продолжаем и семьи эти как бы на карандаше держим. Да, перед самой поездкой в Москву какие-то напутственные слова от экспертов, специалистов Министерства труда и соцразвития звучат? Ну, вы знаете, когда мы позвонили в семью и объявили, что они являются победителем, и их ждет увлекательная трехдневная поездка в Москву, для семьи это было, конечно, очень неожиданно, это даже чувствовалось по той интонации, с которой они восприняли. Ну, мы рекомендуем семье в обязательном порядке посетить все мероприятия, обязательно поучаствовать во всех встречах, потому что в эти три дня также вот помимо развлекательной какой-то, экскурсионной программы, собираются круглые столы, обсуждаются какие-то мнения по улучшению семейной политики в регионах. Поэтому мы им даем напутствие, обязательно принять участие, ну и вернуться с победой. Я так понимаю, что испытания на региональном этапе не заканчиваются. В Москве же тоже нужно проявить себя было как-то, да? Нет, в Москве уже это просто идет церемония награждения. Как смотр, да? Да, как представление уже этих лучших семей. Вы сказали, что история семьи Галаган будет включена в почетную книгу «Семья года России-2019». Это повод для гордости Министерства труда? Конечно. И что даст этот статус, ну вот быть частичкой истории для самой семьи и для наших краевых властей? Вы знаете, наверное, каждой семье это очень тоже знаково и важно, потому что вот сегодня, получая документы от семейного конкурса, мы очень много видим, что семьи ведут свои вот некие такие летописи семейные. То есть из поколения в поколение, да, передается что-то и рассказывается, и будет рассказано детям, внукам, правнукам и праправнукам в дальнейшем, что вот была такая история в семье, и это пример для подражания. Кроме статуса «Семья года-2019» что полагается еще? Какое-то поощрение или может быть... Да, в Москве семье победителю вручаются ценные подарки, книга, диплом победителя конкурса в обязательном порядке. Отдельно от регионального министерства какие будут преференции? Кроме того, что семья будет приглашена на различные предприятия социальные. Мы уже сказали, что также семьи все у нас будут в сентябре участвоваться региональным дипломом с ценными подарками на уровне муниципалитета в своих родных селах, городах. Что будет с теми семьями, которые боролись за победу, но не попали в число победителей? Вы как продолжаете сотрудничать, вы и министерствами? Во-первых, по положению конкурса, этот конкурс дает право семьям участвовать, тем, кто не определен победителем, неоднократно в данном конкурсе. Поэтому мы надеемся, что часть семьи будут поданы документы на следующий год. Капитила. Да, плюс мы в этих семьях видим еще и потенциал для наградной нашей системы. То есть какие-то семьи берутся на заметку, и мы в дальнейшем вручаем наши региональные награды. У нас есть для семей две краевых награды. Это медаль «Родительская доблесть», медаль Краснодарского края и почетный диплом многодетной матери. Ну и в дальнейшем есть у семьи такая возможность поучаствовать и в конкурсе на награждение федеральной награды. У нас есть орден «Родительская слава» для семей, который вручается на уровне федерации. Ирина Николаевна, а что вот дают такие конкурсы всероссийского масштаба и для министерства, и для самих участников, как вы думаете? Ну кроме того, что это эмоции, это какие-то эйфория, вообще это какой-то опыт, это продвижение, это доказывает еще раз то, что на Кубани хорошо привиты традиции семейных ценностей. Ну, во-первых, да. Во-первых, задача каждого конкурса, и этот конкурс задумывался в рамках концепции семейной политики Российской Федерации, которая у нас определена указом президента. И, конечно, в первую очередь задача таких конкурсов – это пропаганда семьи, пропаганда семейных ценностей. Это вот то, что сейчас стоит задача в национальном проекте «Демография улучшения рождаемости», чтобы можно было видеть и пропагандировать, что сегодня трое, четверо, пятеро и более детей в семье. Это не предел, да? Это не предел, и это нормально, и это можно все осилить, и семьи очень позитивные, с большим количеством детей, которые справляются со всеми своими задачами. Ну и в продолжении этой темы давайте напомним в течение минутки, какие у нас региональные программы поддержки есть на сегодняшний день, почему нужно рожать больше детей? Ну, во-первых, сегодня задача, как я уже сказала, у нас с проектом поставлена повышение рождаемости в целом в России, в регионе. И отрадно отметить, что с помощью наших мер соцподдержки краевых, которые приняты у нас в крае, наверное, не в каждом регионе у нас мы прирастаем каждый год именно числом многодетных семей. То есть если у нас рождаемость еще немножечко снижается, то число многодетных семей в крае ежегодно увеличивается. Сегодня их уже почти 74 тысячи семей. И меры поддержки, которые у нас определены, это и выплата на третьего ребенка, это региональный материнский капитал, который ежегодно индексируется. И сегодня не во всех регионах оставлен региональный материнский капитал, в нашем регионе действует. И сегодня он уже составляет 124 тысячи 607 рублей. Это и выплата на первого ребенка, сегодня мы поддерживаем молодые семьи, где рождается первый ребенок. Есть такая мера поддержки, это и выдача земельных участков многодетным семьям, оплачиваются коммунальные услуги, есть льготное питание для детей в школах. Ну то есть целый комплекс мер, которые даем мы здесь у нас в крае, благодаря принятым программам. Благодарю вас. В программе «Факты. Мнение» была Вера Голыба, начальник отдела Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Спасибо, что вы с нами, увидимся.